Здравствуйте! Очередная лекция по интернету вещей. И в этой лекции мы будем рассматривать различные вопросы, связанные с организацией облачных вычислений, взаимодействия с этими облачными сервисами по протоколам устройств. Ну а тут вообще план курса опять повторяется. Теперь же надо вспомнить, что такое, что включает экосистема интернет-вещей. Вот, я не буду повторять. Вот, ну и, как было сказано в первой лекции, для того, чтобы обрабатывать информацию, приходящую из датчиков, ну фактически из устройств, да, вот этих, основанных на микроконтроллерах, что эта информация где-то агрегируется. Ну вот, в качестве агрегатов, как правило, удобно использовать различные облачные сервисы. Значит, почему? Потому что для них уже сформированы какие-то определенные технологии, объединения различных подсистем. Это первое. Второе. Для этого есть определенные ресурсы, которые можно недорого использовать. Ну, что такое облачные вычисления? Вообще, да, то, как существовал термин облачные вычисления, еще вот эти все технологии, они начали активно развиваться в конце 90-х, начало 2000-х годов. Значит, был хороший термин, который назывался метакомпьютинг. Вот этот метакомпьютинг обозначал некоторые устройства, которые находятся где-то, но не дома, да, вот на каких-то, значит, серверах. И вот этот метакомпьютер, ну, или сервис метакомпьютинга позволяет исполнять вашу программу. Ну, то есть, программа определенным образом, значит, реализована, и отправляем ее куда-то там, ну, в этот сервис, она выполняется, мы получаем результат. Значит, потом стали, так скажем, разграничивать различные аспекты этого метакомпьютинга. Вот, в частности, связанные с различными вопросами, то есть, собственно, инфраструктура, да, из каких-то серверов состоит. Значит, способ хранения информации, значит, способ анализа информации, который хранится, способ представления данных, способ взаимодействия между различными серверами и различными сервисами вот этих облачных технологий, ну, и так далее. То есть, взаимодействие с конечным пользователем, взаимодействие между вот этими носимыми устройствами, взаимодействие, собственно, с вот этими микроконтроллерами, да, то есть IoT. Вот. Значит, с другой стороны, под клауд-компьютингом принимается, значит, другая специализация метакомпьютинга, она в другом аспекте, то есть, мы здесь не рассматриваем какую-то архитектурную особенность, а у нас есть некоторый сервис доступен через интерфейс прикладного программирования, и этот сервис обеспечивает нам, ну, реализацию какой-то функции, там, хранение данных или вычисления какого-то конкретного алгоритма, например. Ну, есть более строгие определения, что облачное вычисление – это коллекция или группа интегрированных и взаимодействующих через сеть средств аппаратного обеспечения, программного обеспечения и какой-то интернет-инфраструктуры. И все это вместе иногда называется платформой. Платформы оснащают, ну, или обеспечивают, да, здесь более точно можно в слову «провид» перевести, по запросу необходимые сервисы, которые всегда доступны и, ну, всегда доступны, то есть они включены, и к ним можно подключиться каким-то образом, и откуда угодно. Значит, в чем преимущество именно облачных вычислений, да, то есть вам не нужно, как минимум, заставлять работать ваш домашний компьютер с целью, значит, получения информации из каких-то локальных датчиков, вот, есть определенные технологии разработки приложений, ну, то есть технологии взаимодействия с этими облачными сервисами, да. Значит, ну, понятно, вот они всегда доступны, они гомогенные, то есть, опять же, это стандартизация некоторая структура вот этих сервисов и платформ. Путем виртуализация, то есть можно создавать на каком-то наборе аппаратных средств несколько различных облачных сервисов путем создания, например, виртуальных машин, примерно виртуальных линуксах. Значит, это достаточно надежно и отказоустойчиво, уменьшается себестоимость, особенно если создается какая-то инфраструктура, значит, в тех регионах, где электричество не является дешевым, то есть, в отличный мир, город Иркутск, где самое дешевое электричество в мире, здесь мы можем сами дома умышленные инфраструктуры создавать не задорого. Значит, можно разделять ресурсы общие, ну, в том числе, базы данных общие, можно разрабатывать общие какие-то блоки у подсистем, централизованный менеджмент и поддержка работоспособности, ну, и там появляются вопросы надежности, в смысле защиты информации и обеспечения, в том числе, отказоустойчивости, вот, вследствие, вот, свойства ресайленца и существования вот этих умолочных платформ. Вот уровень, так скажем, вовлечения стандартных средств реализации нужных вам сервисов, да, можно, соответственно, разделить на несколько классов, что ли. Вот, на примере моделей, предоставляемые Windows Azure, да, то есть, можно, например, брать проструктуру, где вы полностью ее самостоятельно создаете, то есть, создаете приложение, способ хранения данных, среду исполнения вашей программы, взаимодействие с операционной системой, собственно, операционную систему, виду виртуализации, конкретный набор сервисов, вот, опять, способ хранения и способ взаимодействия. Значит, можно отказаться от части администрирования, например, использовать уже существующие виртуальные машины, вот, которые уже объединены в виртуальную сеть, и вот эта часть как раз будет, эта часть будет обеспечивать взаимодействие Microsoft. Вы же здесь, например, выбираете операционную систему и промежуточную. Ну, то есть, это верхний уровень, вы уже сами формируете. Можете отказаться и от установки операционной системы, вот, создавать уже вашу программу определенным образом, да, способ, он с каким-то представлением данных, а уже операционной средой, да, рантайм вот этим и взаимодействие с некоторой уже предустановленной операционной системой, причем, неважно какой, да, опять же, будет заниматься поставщик ресурсов. Можно вообще отказаться от создания приложения, а просто через API-сервис пользоваться, значит, конкретными уже актными процедурами. Ну, то есть, IoT-какая-то конструкция запрашивает через API облачное хранилище возможность сохранить какие-то данные просто. Приложение, например, установлено на вашем компьютере, которое периодически там в сети появляется, оно может делать запрос. То есть, тут и само приложение особо не создается, ну, либо мы в качестве приложения смотрим на некоторый микросервис, стандартный. Ну, на этом слайде даны более точные определения некоторых слоев из предыдущего слайда, да, вот в частности, виртуализация, это создание виртуального ресурса, такого, как, например, сервис, там, или экран, либо операционная система, либо файл, либо способ хранения, либо же какая-то сеть. Значит, middleware, это можно перевести как прослойка, да, это программное обеспечение, которое действует как мост между операционной системой или базой данных, и приложение. Ну, в частности, middleware может использовать сеть в качестве передатчика информации между базой данных и приложением. Ну, в качестве middleware, например, можно понимать часть докера, да, но кто понимает, о чем речь идет. То есть, виртуализация, она занимается тем, что мы просто создаем отдельные ресурсы, а middleware объединяет их с целью вовлечения в работу приложения. Ну, и runtime, это поддержка процедур, которые уже пользователям, либо микросервисам реализованы на уровне системы программирования. Ну, например, runtime для языка C, это Lipsy библиотека, да, то есть, например, print, который вы печатаете, либо там cout с двумя скобками угловыми. Это, значит, runtime обеспечит перевод вот этой функции вывода на экран, там, или стандартный вывод, в системный вызов операционной системы. Ну, или там отрисовка изображений на виртуальном экране, наверное. Это все, вот, runtime команд отрисовки, не сама отрисовка, а именно команды отрисовки, которые формируются уже API-командами библиотеки. Например, если вам нужно текст на графическом экране отобразить, вы в программе пишите, хочу отобразить текст, ну, вот, runtime, он уже, скажем, если протокол Xwindows используется, он уже формирует набор команд виртуального экрана, например. Существует классификация вот этих облачных сервисов. Ну, что такое сервис, облачный сервис? Это набор ресурсов, которые можно использовать в каком-то виде, да, то есть в какой-то архитектуре для решения своих задач. И вот виды этих архитектур вот приведены здесь. То есть инфраструктура as a service, платформ as a service и software as a service. Это как раз представляется вот этим различными видами моделей, да. Это фактически повторение этого слайда, только более подробное. То есть software as a service, это, например, это, например, Google Doc, где мы можем прямо в интернете Word документ редактировать. Платформ as a service — это набор каких-то инструментов, например, баз данных, операционных систем, которым можно решать уже задачи разработки приложений. Здесь у нас уже есть приложение, да, в этом, так скажем, платформа as a service. А здесь мы это приложение еще формируем. Инфраструктура as a service — это, соответственно, виртуальный набор серверов, при помощи которых мы можем создать собственную платформу, на которой создаем собственное приложение уже. Я, например, предпочитаю работать с PASS, потому что меня как ученого в области IT как раз интересует больше, каким образом можно формировать новое приложение, ну, в частности, на основе их каких-то общих описаний. Ну, здесь приведены возможные поставщики услуг для разных видов облачных сервисов. Например, вот Amazon представляет AWS, Microsoft Azure и Google, соответственно, Compute Engine. Платформы, соответственно, Google App Engine, Heroku, OpenShift и AWS Elastic Beanstalk. Ну, вот про Heroku немного знаю, что можно получить бесплатно некоторые вычислительные ресурсы. То есть у вас уже есть где-то приустановленная операционная система, и вы в ней можете приложение запускать. Но оно будет работать только на остаточных ресурсах в режиме idle. То есть есть какие-то коммерческие приложения, которые на этих серверах крутятся, и для них зарезервировано определенное количество времени микропроцессора. Вот оставшееся время, его все равно некуда девать, да? На оставшееся время можно какие-то бесплатные ресурсы запускать. Software, сервис, соответственно, Google Apps, ну, и какие-то конкретные приложения, например, Dropbox и так далее. Тут даже почтут, я их не знаю даже. Значит, вот эти сервисы, они характеризуются еще дополнительными, так сказать, аспектами. Например, есть ли у них API, да, и нам не важно, как он там внутри реализован. Значит, насколько эти сервисы гибкие и эластичные. То есть можно ли в динамике увеличивать масштаб системы? Скажем, количество запросов растет, может ли облачная вот эта инфраструктура адаптироваться к увеличивающимся требованиям системы? Потом уровень оплаты тоже может меняться, да, в зависимости от масштаба. Ну, то есть какие-то вопросы или какие-то задачи необходимо решать как раз при организации облачных сервисов, связанных с оплатой. Ну, и насколько она действительно обеспечивает any time, any way access, да? надежность доступа к облачному сервису. Ну, далее идет речь о том, как это все организовано в целом. То есть вот есть понятие виртуальных рабочих пространств. То есть это больше всего подходит под метакомпьютинг, если не учитывать вообще какие-то особенности реализации. Вот. То есть способ запустить вашу программу. Для этого можно выделить определенные квоты, то есть по времени микропроцессора, по объему памяти, по размеру диска. И для того, чтобы ваша система, ваша программа запустилась, нужны определенные соответствия с платформой. Для этого в каком-то виде предоставляется конфигурация для запуска. Реализовать это все можно путем комбинирования ресурсов. Ресурсов, как правило, виртуальных. Ну, они реализуются на виртуальных машинах. В частности, можно виртуализировать вычислительную машину, да? В виде виртуальной машины. То есть на одной машине запустить несколько виртуальных. Для того, чтобы обеспечить их синхронное взаимодействие, используется гипервизор. Значит, его задача перехватывать различные события между машинами и синхронизировать доступ к общим аппаратным ресурсам. Значит, в качестве гипервизора, ну, самое известное, это BMW, Xen, потом KVM, Hyper-V, вот эти, это все гипервизоры. Причем, работа гипервизора, там, в следующем, по-моему, слайде, она может быть двух видов, что ли. То есть, собственно, перехват этих сообщений. Второе, это вот именно синхронизация машин на уровне гипервизора, встроенного уже в микропроцессор. То есть, например, часть вычислительных и других ресурсов исполняется непосредственно на микропроцессоре, а не на какой-то виртуальной машине. Кстати, вот уровень виртуализации тоже бывает разный. То есть мы можем создавать несколько виртуальных машин, выполняющих те же самые инструкции, что и аппаратное обеспечение, ну, то есть сам гипервизор. Вот, а может быть так, что мы некто виртуальной машины можем реализовать на основе каких-то других архитектур. Ну, вот известная система, это Коэму, которая позволяет из командной строки запускать, например, эмуляторы ARM микроконтроллеров, например, да, на машинах с интеловской архитектурой. Значит, эмуляция также, эмуляция позволяет, опять же, запускать несколько различных операционных систем на одном физическом компьютере. То есть, например, Linux, там, NetBSD, Windows, ну и соответствующие приложения. Значит, примером таких... Вообще, в интернете существует очень много провайдеров виртуальных машин, да. Вот, тут вот, например, приведен Amazon Symbol Storage Service. Вот, но, соответственно, можно... Ну, в зависимости от того, какой вы выбрали пакет, разное количество платить денег за какой-то индивидуальный объем информации, номер за... Ну, за отдельные запросы, да, пост, копий, пост, лист. Ну, здесь понятно, что у нас появляется инфраструктура, да, так, сервис. Вот, то есть, за тысячу запросов мы можем заплатить там полцента. Ну, и там, соответственно, Гет-запросы, они чуть-чуть дешевле, да, получается. Ну, и соответствующие деньги платить там за гигабайт. Ну, тут довольно какие-то странные цены. Уж совсем какие-то дешевые. Это, насколько я помню, с предыдущего слайда уже... Это платформа Symbol Service включает в себя различные виртуальные среды, инстанции. Ну, то есть, это, грубо говоря, вычислительный процесс, который ваша программа исполняет. Значит, есть предконфигурированные шаблоны для различных уже инстансов. Ну, например, баз данных, там, микросервисов специальных, каких-нибудь кэшей, например. Значит, можно запускать сколько потребуется этих самых инстансов, и таким образом обеспечивается масштабирование. Ну, и работает это все на ксеноке в ямоке-первизорах. И вот вопрос. Используете вы облачную инфраструктуру? Вот пример приложений, да, которые как раз являются облачной инфраструктурой. Вот можно про дропбокс рассказать, да, то есть, если вдруг кто-то не знает, то способ хранения информации централизованного на сервере, но при этом эта информация достаточно эффективно и корректно отображается на различные клиентские машины. То есть, можно сделать на компьютере, скажем, Windows папку, отображаемую на папку Dropbox. В случае, если в этой папке на компьютере меняется содержание, вот, то это же содержание будет меняться на сервере и в аналогичных папках на других компьютерах. если компьютер какой-то выключен, а содержание сервера поменялось, то в момент, когда компьютер будет включен и подключится к этому сервису, файлы с сервера будут синхронизированы с файлами на компьютере. Вот. Ну, то же самое делает Box, там много чего-то. В общем, каждое из этих приложений, оно решает определенную задачу при помощи облачных технологий, что позволяет вам, ну, в частности, не ставить специализированное программное обеспечение для реализации этой функции. Нужно лишь поставить клиента этой инфраструктуры. Отлично, есть определенные сервисы для реализации IoT, да, то есть интернета вещей, то есть, например, IVS, IoT, Microsoft, Azure for IoT платформ, IBM Watson IoT, ну, и так далее. То есть, каждый из вендоров практически обеспечивает такую инфраструктуру. Следующая часть презентации посвящена типичным примерам обеспечения взаимодействия в рамках инфраструктуры, значит, взаимодействия устройств и взаимодействия инфраструктурных элементов. Ну, если мы берем платформы со сервис, да, в качестве базовой архитектуры. Ну, и вот самый простой способ реализации взаимодействия, то есть, посылки сообщений между клиентом и сервером, это использование протоколов HTTP. Ну, я, наверное, не буду этот слайд комментировать, то есть, здесь показано просто взаимодействие типичное, то есть, веб-браузера с веб-сервером по протоколу HTTP. Значит, веб-браузер посылает сообщение, запрос, сервер адектирует на это сообщение, выдавая некоторый контент содержания. Значит, содержание с сервера приходит определенным образом размеченное, то есть, набор байтов, он может представлять разную информацию, и вот, что конкретно он представляет, описывает так называемый Mime, мы будем называть его Descriptor, вообще-то опция называется, или Header, да? Mime расширывается как Multipurpose Internet Mail Extensions. Изначально Mime разрабатывался как способ кодирования информации в имейлах для того, чтобы передавать файлы. То есть, имейл это по сути говоря текст, и вот в этом тексте нужно как-то создать часть текста, и вот эта часть текста должна отображаться в файл. Придумали Mime, то есть, создали такую конструкцию, как почта, состоящая из нескольких сообщений. Вот, и для каждого сообщения тогда нам свой Mime в заголовке. Ну и потом этот Mime перекочевал например, в протокол HTTP в частности. Единственное, что внутри HTTP при помощи Mime можно закодировать только один какой-то файл. Хотя, внутри этого файла например, можно представить несколько файлов. Ну, примером файла является номер форма, передающий несколько файлов. Ну, то есть, тут очень хитро все сделано. Но, тем не менее, для каждого индивидуального файла есть обозначения. Причем эти обозначения иерархичные. Например, если мы передаем HTML документ с сервера, повторяю, сервера к клиенту, ну, как его браузеру, то текст HTML это означает, что... Ну, текст, понятно, что текстовая информация, HTML это текстовая информация представляет собой HTML. То же самое TextPlan это просто текстовый файл, никак не отформатированный. Есть вариант подкласс Application, то есть это какой-то формат данных, связанных с каким-нибудь приложением. Вот PostScript значит передает информацию по Script файлу. Image GIF вот то же самое Image JPEG то есть это класс картинки, ну и GIF это формат определенный. Значит, контент возвращаемый с сайта, может быть статическим или динамическим. То есть статически он где-то хранится, ну например на диске, а динамически он какой-то программой генерируется. Вот, но абстракция такая, что каждый вид контента представляет собой файл. Все, этого в принципе достаточно, чтобы обеспечивать взаимодействие между клиентами. запросы формируются путем посылки строки, которая называется Universal Resource Locator. Иногда можно встретить URI, где здесь вместо LI Universal Resource Identifier, но отличается от Locator тем, что под идентификатором может пониматься не существующий реальный ресурс, просто некоторый идентификатор. А URL же он подразумевает, что где-то он хранится все-таки, его можно где-то достать по протоколу HTTP в частности. Ну, пример вот запроса статического контента, то есть URL состоит из определителя протокола, протокол designator так называемый, потом разделитель, то есть двойточие слышь-слышь, слышь-слышь, Тим Бернер Слин, изобретатель протокола HTTP, однажды сказал, говорит, если бы я знал, что эта технология будет так широко использоваться, я, наверное, бы один слэш убрал отсюда. Вот, потом идет адрес сервера, порт, потом слэш, это значит, что это адрес корневой страницы, и внутри корневой страницы находится индекс HTML, это файл, да, ну, может быть, просто вот такой запрос, да, то есть, 80 по умолчанию, либо, значит, такой запрос, где индекс по умолчанию выдается, все зависит от того, как сервер устроен, ну, и также есть некоторые, естественно, стандарты того, как мы эти ресурсы описываем, ну, пример динамического контента, то есть, тоже протокол, адрес сервиса, порт, 8000, например, ну, и потом есть определенная абстракция, то есть, номер CGI pin, это директорий, в котором находятся скрипты, например, adder, ну, это может быть программа левоксовая, либо даже скрипты, саши, и через вопросительный знак ему передается два параметра, то есть, 15000, 15213, adder запускается, ему на вход передается, это если был бы пост запрос, то содержание пост запроса, если это get запрос, то ему ничего не передается, переменные среды, ну, то есть, переменные среды сервера и переменные, которые пришли к запросам, передаются через environment, то есть, они комплексируются в одну конструкцию, и этот рейдер, он может при помощи команд запроса к операционной системе взятие определенного значения среди переменных environment, взять необходимые данные, в том числе, через них, через этот environment передаются вот эти вот самые параметры, это один из способов передачи, ну и стандартный вывод этого айдера, то есть, то, что у нас тда и оон выдает, он преобразуется в вот эту возвращаемую страницу, этот стандартный вывод должен в себе содержать в том числе и заголовки, вот это ну вот собственно протокол показывается как взаимодействует http да и вот можно при помощи команды программы tillnet сделать запрос в allocom по порту 80 ну то есть вот tillnet вообще говоря это программа которая соединяется по протоколу TCP с некоторым сервисом здесь можно IP адрес написать и порт по умолчанию используется 80 вот он собственно пробует заединиться потом пишет что мы смогли соединиться и после того как он на экране написал escape character is такой-то мы можем здесь внутри строки задавать набор байтов которые tillnet будет передавать значит tillnet кстати тоже разное бывает то есть некоторые передают все клавиши которые есть те которые передают строку только по нажатию enter в том числе и сам enter вот но для то чтобы взять корневую страницу у сервера awl.com необходимо синтезировать такой вот заголовок то есть где-то команда которая передается на сервер это адрес страницы и третий параметр это мы указываем протокол протокол по которому мы способны взаимодействие сервисом то есть наш клиент то есть наш веб-браузер поддержит протокол версию 1.1 есть версия 1.0 и вообще существует версия http 2.0 но у него совсем другой вид взаимодействия ну и дальше идет заголовок специальный header который показывает нашему указывает нашему серверу который по этому IP-адресу находится что нам нужен именно сервер all.com а не какой-то другой сервер ну и дальше одна пустая строка идет в результате сервера приходит сообщение оно имеет уже немножко другой формат первое это указывается какой протокол поддерживать сервер потом идет код результата исполнения ну какой-то под программу соответствующий и текстовое сообщение для человека да то есть он отладкой занимается протоколом что этот код обозначает код 200 то есть код начинающийся с двойки означает что все хорошо и взаимодействие произошло в штатном режиме вот 0.0 то есть 200 и 0.0 означает что нет конкретной специализации того что собственно произошло ну то есть просто все в порядке ну и собственно окей это как раз выдается на экране значит дальше идут опять заголовки то есть некоторая некоторый идентификатор включающий тире да в частности его значение ну тут какие интересные дата когда произошло взаимодействие сервер обеспечивающий взаимодействие например тут апач может быть написано линджинкс значит тип возвращаемого контента содержимого то есть текст html и длина его в байтах то есть этот протокол чем удобен тем что явным образом оказывается длина и когда потом через TCP сокет номер выкачиваем наше содержимое мы можем всегда знать до конца мы выкачали или не до конца кто-то пытался сокетное взаимодействие самостоятельно реализовать понимает в чем проблема значит эти 420 92 байта они начинаются вот с этого байта потому что здесь у нас находится 2 перевода строки то есть один здесь и один здесь то есть это фиксированный размер а вот это вот ну без этого естественно это комментарий то есть размер возвращаемого значения это как раз вот этот самый размер ну и получается что этот эдер при генерации ответного сообщения он должен сгенерировать вот отсюда вот все вот это вот сообщение то есть HTTP 2 стерки по-моему это генерирует сам сервер хотя опять же это не обязательно надо протокол посмотреть CGI Common Gateway интерфейс называется ну тут общая схема то есть я уже тут подробно рассказал о взаимодействии то есть запрос у нас строится из метода ну это команда по сути говоря ну это не врая это часть врая и версия протокола которая поддерживается значит методы бывают get это взять просто содержимое пост это что-то ну это типа как опубликовать но это не совсем так там дальше есть да ну вот просто взять какой-то динамический контент options он берет так как у нас все в URL подразумевается в виде файла да то файл есть определенные атрибуты вот это options может взять эти атрибуты хед у этого файла точнее у гугл это может брать точнее не может а берет не только заголовки без тела значит put подразумевает некоторое создание некоторого ресурса на сервере ну то есть файла да по сути говоря длит удаление этого ресурса и trace это команда которая позволяет брать информацию о том функционирует ли это сервис или нет например эхо запрос значит ответ состоит из первой строки да помните там вышла версия протокола потом статус код и сообщение ну вот некоторые еще статус коды мер 403 значит 4 это значит проблема со стороны клиента то есть он например что-то неправильно сделал например 403 клиенту запрещено получать этот файл 404 этого файла не существует вот есть еще 402 который в приложениях серверных эмулирует 403 для того чтобы веб клиент не создавал специальное окно для ввода имени пользователей пароля то есть сделать так чтобы пользователи пароль вводились в интерфейсе который загружается опять же сервер но это все некоторые нюансы вот тут уже про заголовки опции мы уже тоже посмотрели информацию разработчик средства взаимодействия может в принципе ограничиться протоколом HTTP но программисты люди наблюдательные ленивые они любят все стандартизировать то есть создавать для например некоторого класса приложений определенный набор ограничений предыдущей технологии ограничений со специализацией так чтобы разработчик меньше задумывался над какими-то техническими проблемами но в частности одно из таких ограничений это REST Presentational State Transfer это набор ограничений реализуемых при помощи протокола HTTP для представления ресурсов в облачных средах либо на просто веб-серверах при взаимодействии с этими ресурсами через сеть но это очевидно потому что протокол HTTP используют ну вот слайд повторять то что я только что сказал вот и REST это не стандарт это некоторые рекомендации о том как следует делать то есть мы не можем например сертифицировать сайт какой-нибудь на соответствие REST почему потому что REST можно реализовать не только на основе HTTP протокола но на основе другого протокола это первое второе можно разным способом кодировать URL ну то есть разным способом при помощи URL кодировать различные объекты их вложенность там и так далее разным способом кодировать передаваемую информацию то есть можно использовать HTML либо JSON для какой-то структурированной информации можно использовать табличные там T3 например или TSV формат то есть это определенным образом не задается жестким образом ну и то же самое необходимость даже сигнализации того что у нас есть конкретный контент с определенными свойствами то есть JSON это или не JSON можно вообще опустить если у вас например все взаимодействие между клиентом и сервером идет на JSON совсем не обязательно передавать что это JSON ну то же можно сократить например размер сообщения тоже довольно интересный слайд он рассказывает о том как создавать собственную инфраструктуру на основе REST то есть нужно понимать что вот эти глаголы или команды они ограничены если мы протокол HTTP используем то у нас вот есть там get, post, put, delete основные да команды и при помощи них мы должны реализовать взаимодействие между с этими с объектами в облачной инфраструктуре при этом количество этих глаголов ограничено то же самое есть определенное ограничение на представление данных то есть используем Xmail, JSON и есть неограниченные возможности формирования URL ну то есть при помощи некоторых ограниченных средств мы можем создавать безграничное количество элементов наших систем да и тут все это еще говорит о том что есть некоторые существительные есть глаголы есть представления это терминология такая тут ее особо в этой презентации не используется значит ключевой абстракцией является ресурс а не файл ресурс например это объект либо там объект и подобъект ну например у нас есть понятие объект человек у человека есть фамилия имя общества это разные ресурсы и фамилия имя общества она как бы вложена в ресурс человека ну или там аналогично с IoT например может быть есть некоторая например теплица как ресурс и в теплице есть куча датчик и исполнительных устройств есть клал от приложения которая управляет теплицами через этот рест протокол у каждой теплицы будет собственного URL ну да я только что про это рассказал ну и например есть грубо говоря облачная инфраструктура боинга там есть самолеты есть 747 вид самолетов ну и там через лэш можно например бортовой номер указать потом через лэш какой-нибудь опыт системы левый двигатель один левый двигатель 2 и так далее таким образом мы можем представить все ресурсы нашей инфраструктуры ну пример с книгами то же самое да то есть книги USBN автор или там класс ну это предмет какой-то на курсе у него вот есть код и студенты которые изучают этот предмет ну и вот эти четыре команды используются для обеспечения взаимодействия ну например получить список книг например или получить книгу вот с таким USB номером либо получить авторов вот этой конкретно книги то есть где-то она позволяет брать информацию из существующего объекта значит пост позволяет создавать новое то есть вот put и post они немножко вот почему-то у них перевернута конструкция но идея наверное следующая что если у нас есть какой-то контент уже да то есть уже какой-то объект то мы можем заменить его содержимое например вот put она обновляет книгу с этим идентификатором какими-то дополнительными свойствами например заголовок ему добавляет автор а вот post собственно создает эту книгу по идее вот то что в put вторым сообщением можно тоже в post и создать ну и delete она соответственно удаляет некоторое сообщение значит вот это вот содержимое то есть title outros outros и тому подобное можно передавать в разных форматах в общем наиболее часто используется чесон потому что большинство рест запросов делается из одностраничных приложений на веб браузерах вот причем ну джисон удобно использовать когда вы хотите получить данные далее интерпретируемые для пользователя в виде отдельных сообщений вот если же вы какой-то контент создаете встраиваемый в дом дерево например удобно в xmail сразу же формировать просто вставлять туда например через чекуэль еще как-то без дополнительного преобразования вот эти примеры курс какой-то у него идентификатор название дистрибьюзию мультимедиа софтвы и джисон то же самое то есть курс про двоеточие отсутствует и ты нейм иной такой-то кстати кавычки тоже надо но тут совсем праймя джисон презентацию делал специалист который немножко не разбирается вот теперь если перейти к непосредственно интернет вещам что такая проблема то есть внутри микроконтроллера не так много памяти чтобы туда запихивать клиента или сервера реализовывать непосредственно полноценный там гэдпот и пост запрос то есть идея примерно такая же обеспечения взаимодействия то есть есть какой-то клиент то есть IoT приложение например она делает запрос на какой-то там сервер вот и с целью например что-нибудь там публиковать например датчик температуры хочет публиковать температуру вот и разработали вариант этого REST ну то есть идея REST но при этом немножко упростили точнее не немножко а значительного простили взаимодействия вот и взаимодействие как правило в данном случае идет между двумя вычислительными устройствами то есть machine to machine значит кооп он конкретно я то есть вот есть в интернете статья даже на русском языке где можно посмотреть протокол интернета там конкретно не сказано что он интернет протокол на самом деле то есть тут ничего про него не про IP адреса не сказано просто структура кадра то есть он посылается между какими-то устройствами то есть как посылается это уже реализация уже конкретно использовали там UTP соединение либо по какому-то другому протоколу но как правило рассматривают именно UTP IP стек значит UTP почему UTP потому что не надо заморачиваться соединением то есть создал кадр отправил его да есть четыре вида кадров ну можно взять вот по этому посмотреть то есть сообщение это версия протокола вот это T это как раз представляет собой вид сообщения то есть они бывают confirmable non-confirmable то есть с ответом без ответа собственно ответ и reset то есть он обозначает для сообщения которое нужно подтверждать что контекст потерялся ну то есть что-то там произошло то есть либо кадры не приняли либо объект в каком-то не поднадлежащем состоянии находится и вот можно послать сообщение о том что у нас ничего не получилось давайте заново например сформируем нужный нам объект на сервере ну вот свойства можно создавать надежное сообщение при помощи комбинации пакетов создавать асинхронное взаимодействие ну то есть послать несколько сообщений потом принять несколько ответов ну и создавать мультикасс сообщения то есть на основе этого протокола можно сделать подписку например какой-то сервис и в случае появления нового сообщения подписчику переслать это сообщение что тут еще интересного есть в этом кадре ткл это размер поле которое токен называется значит код это собственно один из запросов который выполняется то есть get put и так далее и соответственно ответ можно взять статью так это не то сейчас я найду то есть код у него первые три бита это как раз число 020123456 а это сказать то есть классы это подкласс сообщения 0 значит пустое сообщение вот 0131 указывает на запрос это запрос к системе тут кодируется get post put и тому подобное вещи именно подобное значит 1 зарезервирован 2 это на успешный ответ видите да тут есть некоторая аналогия с 200 то есть 2 это правильный ответ 3 зарезервирован ну в HTTP протоколе это всякие разные перенаправления то есть это взаимодействие между клиентом и сервером в котором непосредственно пользователь не участвует 4 ошибки клиента указываются 5 ошибки сервера 6 зарезервировал то есть некоторая аналогия здесь присутствует дальше идет месседж ID и вот этот токен значит месседж ID позволяет синхронизировать пакеты связанные с запросом и с пакетами которые являются ответами на этот запрос то есть у них одинаковый месседж ID то есть перед тем как отправить сообщение клиент да будем говорить ну или как активная сторона то есть то которая запрос сформировала она генерирует псевдо случайное число вот и ответ формируется в том копировании этого псевдо случайного числа в это же поле таким образом можно так скажем определить что на такой-то запрос получили такой-то ответ значит токен это в принципе то же самое но только в рамках одной сессии то есть у нас нужно передать несколькими кадрами какое-то большое сообщение вот токен как раз позволяет говорить о том что у нас именно вот эта сессия взаимодействия дальше идут опции в них в частности записано вот для вот этого кода собственно какой ресурс запрашивать значит 7 единиц это то же самое что пустая строка для HTTP запроса ну и тут какая-то полезная нагрузка например в опциях мы можем сформулировать части нашего URL если мы им пользуемся реально при взаимодействии мы можем просто запросить какую-нибудь конструкцию типа CO или там температуру то есть вот ну да это некоторое соответствие между URL в целом и тем как оно кодируется делается как раз вот в этой части так надо пойдем дальше значит как в целом это все работает то есть есть устройство в Мерцена оно непосредственно к HTTP серверсу запрос не сможет сделать потому что у нем просто нету ресурсов для формирования этого TCP трафика у всех вот этих семиуровневой моделей оси иса для этого создают специальное устройство которое называется прокси они взаимодействуют с IoT подсистемами по протоколу КАП и это взаимодействие потом проксирует к серверу и наоборот соответственно запросы HTTP к этому прокси серверу преобразуется в КАП и отправляется на клиенту по протоколу КАП также могут взаимодействовать непосредственно устройства друг с другом по этому протоколу либо сервер вообще отдельно может сам по себе существовать например дома какой-нибудь системы умный дом неуправляемая через HTTP номер такой security был реализован в общем суть в том что вот эти сообщения они раскрываются или интерпретируются в HTTP и наоборот в HTTP в КАП то есть таким образом мы можем клиентской программой через этот сервер взаимодействовать с нашим устройством здесь перечислены свойства что идея на основе REST ну full насколько я помню некоторый необходимый набор нужно для каждого объекта вот этих REST запросов сформулировать взаимодействие устройств с устройствами взаимодействие устройств с клиентским приложением все довольно просто преобразуется так мы не будем делать немножко осталось MQTT значит предыдущий коап протокол ориентирован именно на взаимодействие клиентских приложений с сервером в смысле не сервером а с устройствами по стандартному протоколу REST и при этом ну как бы подразумевает что инициализирует работу клиент если же дать больше так скажем свободы самим устройствам при взаимодействии то это уже не будет не очень удобно то есть что значит что опять же эту архитектуру наше устройство решило взаимодействие с нашим клиентом довольно странное такая получается само по себе взаимодействие но если вдруг мы это разрешаем это сделать то удобнее использовать MQTT протокол который состоит из трех частей это собственно брокер ну это система которая занимается регистрацией ну клиентов этих брокеров ну то есть приложение которое будет через него взаимодействовать и пересылкой сообщений и в системе есть устройство либо приложение которое подписывается на некоторые сообщения то что значит подписывается они могут их принимать да и паблишер устройство которое публикует сообщение номер какой-нибудь градусник номер градусник он публикует на сервере то есть вот это самом брокере это кстати может быть и облачный какой-то сервис сообщение о том что ну произошло некоторое событие например температуру измерили при этом клиентское приложение оно должно подписаться на прием этих сообщений и вот случай если наш как говорится передал сообщение с температурой то вот этот брокер всем подписчикам это сообщение также рассылает ну и наоборот например если клиент хочет узнать температуру то по идее почему брокер не запросить эту температуру у этого самого датчика значит MQTT его основная идея заключалась в том чтобы сделать так чтобы вот эти IOT устройства тратили как можно меньше энергии ну например градусник измеряет температуру там каждые 10 минут то есть вот все остальное время то есть для измерения там достаточно нескольких микросекунд все остальное время он может быть в принципе даже отключен то есть он по таймеру включается практически не тратит энергии ну вот свойства истории его создания IBM был создан очень просто в реализации я лично видел варианты реализации для RS-482 протокола все ничего не хода 485 ну это в принципе почти одно и то же ну это устройство техническое например счетчик электричество протокол работает да можно обеспечить подтверждение принятия сообщения также некоторый quality of service но quality of service это в частности способность среды передачи сообщений во первых гарантированно их передавать во вторых передавать с некоторым предпочтением то есть какие-то сообщения должны раньше передаваться быстрее то есть какие-то медленнее ну в оставшиеся так скажем промежутки времени значит легковесный очень эффективный по нагрузке на физическую среду ему собственно все равно какие данные там передаются ну в принципе то же самое что в ресте да и можно создавать непрерывные сессии взаимодействия кстати объем тоже передавать до 256 мегабайт изначально использовался в коммерческих системах и начал набирать популярность в IOT поддерживаться ненадежные сети ну то есть ну там будет дальше пример потом рассматриваем собственно пример то есть можно организовать взаимодействие между лаптопом нашим и сенсором температуры значит каким образом то есть сенсор как я говорил да уже просыпается измеряет температуру если есть соединение с нашим брокером да например HiO MQ есть MessageQ то он посылает сообщение и отключается вот этот брокер хранит это сообщение до тех пор пока будет не получено новое сообщение от температурного сенсора что температура поменялась лаптоп подключаясь к нашему брокеру он запрашивает ну то есть подписывается или когда-то он был подписан и он вдруг находится в сети в момент появления этого сообщения то это сообщение передается лаптопу ну и соответственно мобильному устройству одновременно если же лаптоп был отключен то при подключении он получает сообщение ну то есть идея вот такая связанная с несвязанностью сети тут приведен пример взаимодействия то есть клиент подписывается например на переключатель лампочки номер 1 на переключатель лампочки номер 2 и номер 3 ну то есть это и как я понимаю эту схему у нас есть смартфон и мы через этот смартфон решили лампочками управлять вот он может публиковать сообщение ну типа переключить аналогично лампочки подписываются на это же самое сообщение и реагирует на принятие сообщения ну и в ответ могут выдавать ответ удалось нам переключить эту лампочку или не удалось можно передавать текст имиджи картинки и так далее все клиенты получают все сообщения опубликованные на соответствующий заголовок да топик ну вот примерно на джаваскрипте реализация тут я наверное не буду комментировать наверное лучше посмотреть какую материализацию MQTT ну самое главное о чем здесь речь идет да что на сервере Node.js мы можем организовать брокер да какой-то не знаю как по поводу клиента но серверные варианты есть вот аналогично предыдущей архитектуре здесь тоже используются эротические конструкции для формирования соответствия различных ресурсов друг другу да виды подписок значит одни могут быть ну грубо говоря бесконечными то есть подписался и потом в случае если тебе эта подписка больше не нужна отправляюсь в сообщение о том что тебе это больше не нужно второй вариант это non-durable вот здесь мы подписываемся принимаем несколько сообщений и потом автоматически отключаемся сообщения можно хранить так скажем необновляемые ну то есть вот на брокер я публиковал и оно там значит хранится до тех пор пока новое сообщение не получится этого класса ну они как правило то есть mqtt подразумевает что сеть у нас практически разрывается как правило на этой архитектуре работает то есть retain можно создавать автоматические сообщения клиентам в случае отсоединения какого-то конкретного клиента ну например датчик отсоединился и вот факт отсоединения можно трактовать как сообщение last wheel например то есть каждый клиент может зарегистрировать этот самый last wheel и в случае отключения брокер будет посылать это сообщение ну таким образом просто у клиента клиентов получающих сообщение может формироваться модель структуры текущей сети ну вот как можно реализовать можно через TCP протокол можно по тем же самым проводам можно через USB разница бывает очень обширная можно использовать шифрование можно не использовать шифрование ну и вот поддержка надежности это вот есть quality of service то есть то есть можно послать сообщение к этому брокеру и грубо говоря забить ну то дошло оно или не дошло можно же все-таки получать сообщение то есть в виде ответа pushback ну дальше там будет видно набор ну это структура MQTT сообщения то есть message type ну то есть их видите тут шутка получается 4 бита то есть 16 комбинаций и имеет смысл только 13 комбинаций вот дальше там таблица будет значит dab обозначает что мы может быть мы уже такое сообщение посылали если какой-то инициатор сообщения посылает если же послан ответ то dab может означать что я уже такой ответ посылал вот это управление взаимодействием quality of service то есть нужно ли или не нужно с каким приоритетом посылать сообщение вот bit retain то есть хранить ли это сообщение если клиент отключился вдруг источник сообщения дальше дальше идет один байт это точнее нет байта 4 байта размер сообщения вот этой вот оставшейся части она делится на две это вот заглавок переменной длины и вот этот самый пилот то есть какие-то данные тут видно да то есть у нас третьего по n и n плюс первый то есть вот этот линкс это все а как они там разделяется это уже вопрос того как приложение оставшуюся часть протокола реализует вот команды то есть connect соединиться с сервером ответ на соединение с сервером значит опубликовать сообщения получить ответ публикации сообщения ну и так далее то есть прием сообщения подписка ответ на подписку отмена подписки вот ну и пинги соответственно то есть есть какое-то взаимодействие или нет с сервером ну и диск нет disconnect но это для durable сессии ну и сообщения номер 0 и номер 15 они зарезервированы ну вот спецификация непосредственно надо посмотреть сейчас какой retain более точно ну на этом слайде сравнивается coap протокол mqdt значит coap 1 ко многим взаимодействия реализован на удп как правило не весит и просто в реализации mqtt значит многое ко многим можно создавать наездки подписчиков для нескольких подписчиков сообщения послать или запросить в нескольких датчиков их содержимое реализуется на tcp если это tcp ну и основывается на передаче сообщений немножко больше тратит дополнительных ресурсов на передачу сообщений на этом лекция закончилась спасибо за внимание доставания доставания Продолжение следует...